Тот самый случай, когда удалось войти в одну реку дважды. Самое старое печатное издание города Самарская газета в следующем году отметит 140-летие. И сейчас, как много лет назад, оно рассказывает о том, чем живут жители Волжского города. Самарская газета начала выходить с 1884 года. Основал ее антрепренер Самарского театра Новиков. Доходы создания тратил на театральные дела. В 1894 году продал Самарскую газету местному купцу Кастерину, который привлек к сотрудничеству ряд прогрессивных журналистов. В Самарской газете начиналась литературная работа Максима Горького. Он приехал в город на Волге по совету Короленко, никому неизвестным писателем. Сначала вел рубрику очерки и наброски, затем рубрику фильетон. В 1895 году был редактором газеты. С 1896 и до 900 в Самарской газете работал скиталец. Он принял эстафету от Максима Горького. Он возглавлял здесь отдел фильетона в Самарские строфы и также публиковал свои стихи. В разное время в Самарской газете печатались Гарин Михайловский, Короленко Куприн и Мамин Сибиряк. Главный редактор издания Юлия Ваулина особенно гордится краеведческой рубрикой. Работая над материалами, журналисты трудятся в архивах, общаются с участниками событий. Увидев какой-то исторический материал, нам пишут люди из разных стран, иногда из Франции, например, или из стран ближнего зарубежья. И говорят, что в этом событии принимал участие мой дед или мой прадед. Сохранились его дневники. И таким образом наши исторические рубрики обретают новое рождение и живут какой-то совершенно уже отдельной жизнью от авторов. И мы, конечно, гордимся всем. И это не пустой звук. Можно спросить практически любого нашего сотрудника. У всех близких наших есть подписка на Самарскую газету. Не потому, что так положено или так нужно или так правильно, а потому, что мы действительно гордимся тем, что мы делаем. Я всем говорю, что как бы то, что мы считаем, что газета это что-то вот из прошлого для бабушек и дедушек. Нет, ребята, это вообще не так. Самарская газета очень, скажем, такая популярная была. Она была беспартийная, но довольно близка к таким левым взглядам, да, социал-демократическим, скажем так. И за это она не раз была поругана со стороны официальной власти, со стороны губернатора. Перепечатывали Ольве Толстом какие-то заметки из других даже газет. Но, тем не менее, губернатор критиковал, потому что вот где читают Самарскую газету, а потом идут и покупают Льва Толстого. А Лев Толстой-то у нас в тот период был, ну, скажем, такой фигурой критикуемой. Именно на страницах Самарской газеты 26 мая 1889 года впервые встречается и упоминание о Владимире Ульянове. Вместе с семьей он приехал из Казани в Самару после того, как умер отец и был казнен старший брат. Чтобы помогать матери, Владимир Ульянов дал объявление. Бывший студент желает иметь урок. Согласен в отъезд. Адрес – Воскресенская улица, дом Саушкиной, для передачи ВУ письменно. В Самарской газете, чтобы подработать, печатала переводы книг сестра Ленина Анна Ильинична Ульянова. Это роман за автора, переведенный с итальянского. Проблема в том, что у нас не было особенно много, да вообще, в принципе, практически не было итальянских оригинальных каких-то книг, художественного произведения. И она выписывала из Петербурга, где у нее училась сестра Ольга Ильинична Ульянова. Она выписывала оттуда романы, читала их, переводила. И фрагменты вот на протяжении 1890 года, там июль, август, сентябрь, октябрь, там через номер примерно выходил фрагмент этого романа. Рекламы в изданиях 19 века было не меньше, чем сейчас. Свои услуги предлагали зубные врачи и прочие лекари. Есть объявления о ремонте карет, также активно продавали велосипеды и предлагали много товаров для поддержания мужской силы и женской красоты. Виктория Шарая, Николай Епифанов, События.